Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американцы на фоне банковского кризиса спешно вывели из банков 500 миллиардов долларов. Рядовых американцев на фоне новостей о закрытии нескольких крупных банков, ввиду резкого ухудшения их финансового положения, не охватила паника. Указанную панику на этой неделе попытался было остановить президент США Джо Байден, выступивший в теле обращения к нации и заявивший, что все держатели вкладов в разорившихся американских банках получат назад свои утраченные активы, причем независимо от того, защищены ли они страховым покрытием. По задумке американских властей данные слова должны были успокоить население и бизнес и нормализовать ситуацию в банковской отрасли. Однако ничего подобного в действительности не произошло. Экономисты банка JP Morgan сообщили, что с начала банковского кризиса, то есть за последние пару недель, американские клиенты изъяли из банков порядка 500 миллиардов долларов. Основной объем изъятых средств пришелся на мелкие средние региональные банки. Часть выведенных средств была перенаправлена в крупные американские банки. Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоурен Макдональд в интервью российскому зданию РИА Новости заявил, что по меньшей мере еще 50 средних региональных банков США находятся под угрозой банкротства ввиду начавшегося оттока капиталов. Рядовые американцы не хотят получать головную боль, связную с выводом своих средств из банков, испытывающих дефицит ликвидности, даже несмотря на страховку от потери средств со стороны государства. Не способствует нормализации ситуации заявления монетарных властей. Вчера руководство ФРС США заявило, что оно намерено продолжить курс по повышению процентной ставки для банков в рамках борьбы с инфляцией. Вчера ставку повысили на 25 базисных пунктов и довели ее до 5%. За последний год процентная ставка в США выросла в 10 раз. Оформлять кредиты по ставке в 6-7% американский бизнес не хочет. Это лишает коммерческие банки возможности заработка. При этом база клиентов у большинства банков неумолимо сокращается, а вместе с ней сокращается и финансовая устойчивость кредитных учреждений. Американские власти обещают поддерживать американские банки за счет запуска на полную мощность печатного станка. Однако какой инфляции данная мера может привести к концу текущего года, эксперты даже затрудняются прогнозировать. Это будет зависеть от того, какой объем долларов будет закачан в банковскую систему для предпрощения ее полного коллапса.